Вакцинация – процедура полезная, но все же неприятная. Быстро успокоится годовалой Лизе, помогая то, что мама рядом, и то, что медсестра делает укол, как говорится, легкой рукой. Я считаю, что вообще прививки нужно делать все. Нужно делать все по назначению врача, то есть, что врач говорит. Запас защиты от гриппа в детской поликлинике солидный. В сентябре получено 70 тысяч доз препарата гриппол. Информация о том, чем опасны болезни, к чему могут привести осложнения, в детской поликлинике размещена повсюду. Говорят об этом и врачи. Но также они говорят, что напоминать об этом нужно постоянно, каждый год, каждый месяц, каждый день. Важно, потому что родители порой отказываются прививать детей. Тогда приходится вновь напоминать о возможных последствиях. Осложнения, которые возможны в детском организме, пневмонии, менингиты и заболевания центральной нервной системой, остаются на всю оставшуюся жизнь. Разъяснение, профилактика заболевания. Эту работу нужно вести постоянно, настаивает глава Сочи. По мнению Анатолия Пахомова, эта задача общегородская. Для этого важно, говорят врачи, создать иммунную прослойку среди жителей города, как это делается в других странах. В развитых европейских странах, на которые мы равняемся по здравоохранению, там в национальном календаре прививок. Еще больше инфекций, от которых прививают, чем у нас. По информации Управления здравоохранения, почти 40% сочинцев уже привиты от гриппа. Задача на ближайшее время побудить руководителей предприятий позаботиться о своих сотрудниках. Особенно это касается работников торговли и санитарно-курортной отрасли. Поручение вам и начальнику департамента торговли в течение 10 дней, а это значит до 20 декабря, активизировали работу и тему прививок закрыть. Больничных у нас каждым годом все меньше и меньше, говорят на Сочинском мясокомбинате. Прививки от гриппа здесь делают организованно. Кроме того, многие процедуры можно пройти на месте. Затраты, считает руководство предприятия, вполне оправданы. Конечно, это очень выгодно, как и любое предприятие. На что оно нацелено? На то, чтобы была полная явка сотрудников. Не будет сотрудников, не будет наших циклов, которые мы обеспечиваем. Этой зимой в Сочи ожидается большой наплыв гостей, так что задача защиты от инфекции важна для сохранения имиджа курорта как места гостеприимного и безопасного, в том числе и для здоровья. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.